Я уверен, что все вы искренне уважаете белорусский народ, а также его выбор, чтобы конструктивно трудиться с первых дней своего пребывания на нашей земле. Знайте, Беларусь всегда открыта для любых разумных инициатив. Убежден в контактах с представителями наших государственных органов, бизнеса, общественных организаций, вы увидите исключительно доброжелательный и деловой подход. Ваша дипломатическая миссия начинается в знаковый для Беларуси период. Совсем недавно, 17 сентября, Беларусь отметила свой самый молодой государственный праздник – День народного единства. Как и ранее, с тех пор белорусы никогда в своей истории ни на кого не нападали, ни для кого мы не были источником угрозы. Так будет и впредь. Подчеркиваю, именно так будет впредь. Мы всегда привержены мирному решению любых международных проблем. Потеряв каждого третьего во время фашистского геноцида, белорусы, как ни одна другая нация, в мире высоко ценят человеческую жизнь. Каждую человеческую жизнь. В том числе, по этой причине и ранее, и сегодня, когда рядом с нами в Украине полыхает военный конфликт. Неизменно выступали и выступаем с мирными инициативами на международной арене. Мы считаем конфликт между братскими народами огромной трагедией. Он – прямое следствие стратегических интриг и величайшей глупости, прежде всего, западных политиков. Сегодня, уважаемые друзья, много говорят об этом конфликте. Очень многие при этом заявляют о том, что хотели бы мира на этой земле. Особенно европейцы, потому что этот конфликт в нашем европейском доме. Если европейцы искренне этого хотят, мира можно достичь в течение нескольких дней. В который раз заявляю об этом и предупреждаю европейцев – одумайтесь и делайте все для того, чтобы на этой земле был мир. Наша страна искренне пыталась всеми силами не допустить этого безумия. И не надо нас сегодня упрекать в соагрессии или еще в чем-то. Мы были, есть и будем вместе с нашей Россией. У нас с Россией союз честнее, чем блока НАТО. Что вы от нас хотите? Но в то же время мы говорим о том, что мы не будем воевать в Украине. Давайте мирно сотрудничать. Беларусь украинцам не в чем упрекнуть. Нас, беларусам, не в чем упрекнуть. Не мы начали конфликтовать с Украиной. Это они раньше западных держав и Америки закрыли небо для пролета наших самолетов и объявили экономическую блокаду Беларусь. Что вы теперь паритесь и от нас чего-то требуете? Мы свято выполняем наши договоренности с Россией. И об этом до конфликта знали все в НАТО и тем более в Америке. Но мы никого не убивали и убивать не собираемся. Мы были сторонниками мирных переговоров, ведь здесь три раунда переговоров состоялись в Беларуси. Почему свернули переговоры? Кто их свернул? Вопрос риторический. Я говорю это вам, послам, чтобы вы знали нашу позицию по самой острой современной проблеме. И исходили из этого. Мы все делали для того, чтобы остановить кровопролитие. Но это кровопролитие кому-то нужно. Кому? Вы дипломаты, разбирайтесь. Сегодня очень часто слышны заявления политиков по другой, очень острой проблеме в мире. О продовольственном кризисе. По цене зерно уже становится золотом. И далеко не все его могут купить. Причем миллиарды долларов на оружие легко находят. А на то, чтобы спасти от голода миллионы людей, прежде всего стариков и детей в бедных странах, денег нет и не предвидится. Кому-то снова надо разогреть серьезный конфликт. А может быть, разработать операцию прикрытия того, что некоторые сильные мира всего творят в мире. На Балтике взорвали газопровод. Скоро начнется эпопея обвинения России, что это Россия его взорвала, свой газопровод, чтобы не поставлять газ Европе. Когда Европа начнет замерзать, начнут говорить людям там, в Европе, что это Россия виновата. Напомню, наша страна не только обеспечивает свою продовольственную безопасность, но и может выступать ее донором. Мы готовы возобновить сотрудничество в этой жизненно важной сфере, особенно по поставкам не только продовольствия, но и минеральных удобрений, без которых продовольствия не бывает. Нужна лишь политическая воля правящих кругов Запада. Я недавно встречался с президентом России, мы долго обсуждали эту проблему. И в Белоруссии, и в России в этом году небывалый урожай. И, как мне сказал президент Путин, они готовы огромную массу зерна и пшениц, прежде всего, поставить на международный рынок. Открывайте порты, открывайте дверь, повезем вам продовольствие и зерно. Открывайте! Даже в условиях беспрецедентного санкционного давления наша Беларусь развивается. Я бы сказал, успешно развивается. Особенно это касается традиционных для нас отраслей промышленности и сельского хозяйства. Мы сумели переориентировать экспорт, занимаемся импортозамещением, увеличили поставки в Россию, Китай и другие страны, далекие от нас, как мы называем их дальние дуги. Конечно, мы ощущаем негативный эффект от западных ограничений силу открытости нашей экономики. Тем не менее, своих целей эти санкции не достигли, в том числе благодаря широкой международной поддержке Беларуси. Уважаемые дамы и господа, сегодняшнее мероприятие – это также хороший повод оценить результаты совместной работы с вашими государствами и наметить перспективу. За свою почти 30-летнюю историю дипломатические отношения между Объединенными Арабскими Эмиратами и Беларусью развивались исключительно в духе дружбы, доверия и взаимопомощи. Ваше государство стало для нас одним из крупнейших экономических партнеров в регионе. Участие эмиратских инвесторов в реализации в Минске масштабных проектов является ярким свидетельством плодотворного двустороннего сотрудничества. Я рассчитываю, что ваша активная работа как посла эмиратов не только будет способствовать укреплению политического диалога, но и поможет нарастить торговлю, привлечет крупных эмиратских инвесторов в нашу страну. Двери для вас были всегда открыты. С государством Палестина Беларусь связывают долгие дружественные связи, которые базируются на прошлом фундаменте партнерства и конструктивного взаимодействия в различных сферах. Мы заинтересованы в продолжении активного плодотворного диалога, налаживании практического сотрудничества. В Беларуси рады тому, что страны Латинской Америки и Карибского бассейна для нас добрые, надежные друзья и перспективные партнеры. Мы дорожим нашими особыми отношениями с Кубой, которая традиционно является близким союзником и надежным плацдармом для расширения сотрудничества с другими государствами Латинского региона. Считаем важным и далее поддерживать активный политический диалог между странами, интенсифицировать торгово-экономические связи по всем направлениям, представляющим обоюдный интерес. Закрытых тем нет. Бразилия – один из наиболее значимых партнеров Латинской Америки. Мы успешно взаимодействуем по разным направлениям. Я убежден, наши страны не остановятся на достигнутых результатах и продолжат последовательное расширение всего спектра двусторонних контактов, в том числе в горнорудной отласти, металлургии, нефтехимии, других областях. Рассчитываю, что с Аргентиной мы сможем не только сохранить дружественные и доверительные отношения, но и существенно нарасти взаимную торговлю, выйти на более сложные кооперационные связи в промышленности, в других сферах. Наши страны имеют успешный опыт сотрудничества, в частности в сельском хозяйстве. Этот опыт следует расширять на новые сферы. Беларусь рассматривает диалог с Мьянмой в качестве важного направления своей внешней политики в Юго-Восточной Азии. Заинтересованы не только в расширении номенклатуры экспорта отечественной продукции на рынок Мьянмы, но и укреплении двусторонних кооперационных связей в сфере сельского хозяйства, науки, промышленности, образования. Республика Судан – один из наших давних и проверенных друзей в Африке. Белорусские компании имеют большой опыт взаимовыгодного сотрудничества с вашей страной. Нам необходимо продолжить активное освоение значительного двустороннего потенциала в сферах промышленности, сельского хозяйства, энергетики, образования и здравоохранения. Я был в Судане, и на переговорах с руководством Судана мы обо всем договорились. Сегодня надо идти вперед. И я желаю дружественной республике Судан мира, стабильности и консолидации общества для успешного проведения необходимых преобразований. Мы заинтересованы в развитии всего спектра двусторонних отношений с республикой Бенин, прежде всего в сферах сельского хозяйства и промышленности. Беларусь имеет богатый опыт в развитии аграрных технологий, производстве машин, оборудования, переработке продукции, готовы помочь в создании промышленных сельскохозяйственных предприятий, подготовке специалистов для различных отраслей экономики. За 30 лет дипломатических отношений с Боснией и Герцеговиной наши государства прошли значительный путь успешного двустороннего сотрудничества. Последнее время взаимная торговля демонстрирует рост, а многие отечественные товары стали у вас достаточно узнаваемыми. Тенденция позитивная, но темпы нужно наращивать, тем более, что политическая поддержка с обеих сторон имеется. Общими для Беларуси и Швейцарии являются стремления сделать мир безопаснее и приверженность международному праву. Мы неизменно заинтересованы в развитии двусторонних отношений на принципы взаимного уважения, открытого и конструктивного диалога. Очевидно, что именно такой диалог, а не санкции и упреки, позволяет найти решение самых трудных вопросов и двигаться вперед, при том при любых обстоятельствах. Ожидаем от нейтральной Швейцарии подлинно взвешенной рассудительной позиции, ценных идей и инициативно благо двустороннего сотрудничества. Мы к этому готовы. Мы признательны Мальтийскому ордену за многолетнее взаимодействие по минимизации для Беларуси последствий аварии на Чернобыльской атомной станции в украинском Чернобыле. Благодарны за поставки медицинского оборудования, организацию повышения квалификаций белорусских медиков, помощь нашим инвалидам и детям-сиротам. Мы активно взаимодействуем с вами по тематике борьбы с торговлей людьми, убежден, что такое сотрудничество нужно сохранить и приумножить. С радостью откликнемся на новые инициативы и предложения. Дорогие друзья, не лишним будет напомнить, что нынешний год Беларуси проходит под знаком сохранения исторической памяти нашего народа. Белорусский народ очень искренний, доброжелательный и трудолюбивый. Вы узнаете, как богата наша земля, как много сфер для взаимного сотрудничества мы с вами можем успешно развивать. Предлагаю вам проявлять активность в укреплении двусторонного взаимодействия между нашими государствами. Мы всегда пойдем навстречу вашим конструктивным идеям, проектам и предложениям. Мы готовы рассмотреть любую вашу точку зрения. Позвольте мне пожелать вам успехов в дипломатической деятельности на благо наших народов. Благодарю вас.